Первые цветочные часы появились в саду Карла Линнея еще в 1755 году. Это был выдающийся шведский естествоспытатель и ботаник. Он долгие годы наблюдал скрупулезно за образом жизни прекрасных созданий природы, роса, дуванчика, виолы, даже картофельных соцветий. А позже в его сад тянулись толпы иностранцев и соотечественников, чтобы посмотреть на явившееся миру чудо цветочные часы. Достопримечательность, сотворенная руками специалистов Зеленстроа, стала одной из популярнейших на всем российском Черноморском побережье. Клумбу цветочные часы установили в Анапе в 2008 году. Механизм разрабатывали и собирали мастера из Польши. Диаметр часов составляет более 10 метров. Ночью к прекрасному цветочному виду добавляется подсветка. Часами во всех деталях управляет автоматика, в том числе и поливом. А на общании гости курорта обязательно фотографируются на их фоне. Мастера Зеленстроа постоянно ухаживают за клумбой, обновляя цветочную композицию несколько раз в год. Замена вообще проводится два раза в год. Но если перезимовало плохо, рассада, были заморозки, повредилось, мы подсаживаем, конечно же, весной, чтобы часы всегда были у нас красивые. Перед посадкой цветов мастера сначала убрали сухие бархатцы, произвели подготовку почвы, внесли удобрения. Цветочные часы украсит 6,5 тысяч цветков виолы. Преобразится цветочный вид и в сквере у здания администрации, на въездах в город и на театральной площади. Специалисты Зеленстроя планируют высадить 7 тысяч тюльпанов и 33 тысячи виол. Анапа продолжает оставаться городом цветов даже на пороге зимы.